Продолжается прямой эфир Добрая Ранть Беларусь. Друзья, уже сегодня Белорусский Республиканский Союз Молодежи даст старт патриотической акции «Я служу». Что интересного запланировано в ее рамках, мы узнаем у Александры Гончарова, секретаря Центрального Комитета Организации. Доброе утро, Александра. Здравствуйте. Рада вас снова видеть в этой студии. Эта акция – это не банальный способ отпраздновать День Защитника Отечества, насколько я понимаю, правильно? Да, все верно. И вот скажите, что будет происходить в этот день? Ну, пользуясь такой уникальной возможностью, в первую очередь, хотелось бы поздравить вас, Глеб, с наступающим праздником у всех телезрителей. И, конечно, сегодня, 18 февраля, уже совсем скоро, через пару часов, мы дадим республиканский старт этой акции, а он пройдет в городе Могилеве. Мы соберем представителей всех регионов республики на большую форумную площадку, которая пройдет под общим названием «Служим разом». Разом, то есть вместе, потому что у нас развито взаимодействие не только с Министерством обороны, Министерством внутренних дел Республики Беларусь, также с МЧС. Поэтому ребята ожидают на протяжении двух дней очень насыщенная программа, очень много сюрпризов мы подготовили. Это не только будут спартакиады, не только будут квесты, интеллектуальные турниры, но такой вишенкой на торте, можно сказать. Мы впервые в этом году присвоим имя нашему молодежному отряду охраны правопорядка, сводному партизанского района. Имя героя – это Богданович, полковник милиции, который когда-то возглавлял как раз-таки отдел милиции партизанского района. Она является и ветераном Великой Отечественной войны, и полковником милиции, поэтому вот такая торжественная часть нас тоже ожидает. Ну и, конечно, будут награждены лучшие ребята, лучшие отряды и лучшие штабы молодежных отрядов. Как мы поняли, это долгосрочный проект, да, и он как-то состоит из нескольких этапов. Что за этапы? Да, дело в том, что уже с прошлого года у нас реализуется этот многоступенчатый проект. Второй сезон, можно так назвать, и как раз-таки в преддверии праздника пройдет первый этап. Мы на протяжении целой недели, до 25-го числа, будем проводить всевозможные мероприятия. Ну, а следующий, второй этап пройдет в формате посещения воинских частей. Мы также приглашаем туда родителей, чтобы они увидели собственными глазами, встретились с командованием, и создадим вторую часть нашего виртуального дембельского альбома. Поэтому, уважаемые телезрители, если кто-то служил, либо служили бабушки, дедушки, родители, размещайте, пожалуйста, фотографии в своих социальных сетях под общим хэштегом «Я служу». Ну, и в дальнейшем мы уже к 9 мая создадим большой виртуальный дембельский альбом, и увидим, в каких войсках служили наши ребята, ну, а может быть, кто-то еще и будет служить. Александра, да, а скажите, а много ли вообще ребят принимают участие во всей этой акции? Ну, вы знаете, мне трудно назвать какие-то цифры. Непосредственно в старте у нас будет порядка 70 ребят, по 10 человек от каждого региона. Вот, но если проводить такой анализ, то довольно-таки большое количество, потому что практически каждый районный комитет к такому празднику готовит какие-то активности. Поэтому я надеюсь, что мы охватим большое количество ребят как старшего школьного возраста, призывного, ну и, конечно, не останется в стороне у нас работающая молодежь. Ну, вот вы говорили о соревнованиях. А кто каким образом может принимать участие в них? Что за соревнования такие? Ой, вы знаете, тоже очень интересно. Сейчас мы смотрели те мероприятия, которые готовят наши регионы. Вот, допустим, в Витебске был один день ВДВ. Ребята попробовали на себе прожить один день, как проходят в воинской части. Прямо с утра до вечера. До вечера, вы знаете, выползали, можно сказать, после уже проведения мероприятия, потому что такая воинская романтика, которую мы видим по телевидению, она, конечно, отличается. Это на самом деле надо обладать качествами такими, как сила, терпение, отвага, мужество. Вот, в Могилеве у нас пройдет день, один день с МЧС. Ребята примерят на себя роль спасателей пожарных. Вот, ну и если так говорить, что у нас пройдет и, конечно же, один день в вооруженных силах, ну, может, и не один день, вот, пройдут обязательно у нас дискуссионные площадки, формат открытого диалога для того, чтобы порой не всегда молодежь может задать напрямую вопросы командование воинских частей, развлечать какие-то мифы. И вот в прошлом году, допустим, у нас даже прошел первый стрим с нашим первым секретарем Дмитрием Сергеевичем Воронюком и представителем Министерства внутренних дел, когда в прямом эфире в Инстаграме можно было задать свои вопросы и вот сразу же получить ответы, потому что, ну, молодежь это волнует. Слушайте, ну это на самом деле уникальная штука, ведь это действительно прямое общение, практически с глазу на глаз. Скажите, Александра, ну вот в данном случае, в этот раз уже команды сформированы, ребята уже знают, кто появится. Есть ли на следующий год у кого-нибудь из молодых людей, которые сейчас смотрят телевизор, появится желание во всем деле это поучаствовать и попасть в эту сборную команду? Что для этого нужно делать? Ну, для этого нужно обратиться в наш районный комитет Союза молодежи, участвовать активно в нашем молодежном правоохранительном движении по любому направлению, которое ему ближе, либо патрулирование вместе с нашим Министерством внутренних дел, либо помогать в акциях МЧС. Вот, и после этого пройти такой отбор и поучаствовать уже в следующем году. Но я надеюсь, что в следующем году мы придумаем еще что-нибудь интересненькое. Слушайте, ну а какими качествами должен был дать молодой человек для того, чтобы действительно попасть в финалы? Вот число этих 70 человек, которые в данном случае приедут сейчас в Могилев. Вы знаете, если сокращать вот наше направление, то это будет четыре буквы. М, О, О, П, МАОП. И мы всегда их разошифровываем, которые, в принципе, слова и отражают качество, которым должен обладать молодой человек. М – это мужество, О – это отвага, второе О – это отечество, и П – это патриотизм. Это все про меня. Правда, я только не молодой. Тогда мы вождем. Я по возрасту не прохожу уже. Попробуй, попробуй. У тебя вот привилегированное положение теперь будет после снижения эфира. А я вот хочу еще спросить, что есть возможность видать какого-то общения, прямого контакта с родителями? Как это все обычно проходит? Обычно наши областные комитеты связываются с воинскими частями, определяется какой-то конкретный день, дается информация нашим родителям, и формируются группы для посещения воинских частей. Скажем так, у нас есть традиционные такие мероприятия не только в Союзе молодежи. Допустим, есть хорошая традиция у нас проведения также в пионерской организации, это зорнички, когда маленькие наши школьники посещают воинские части, и зорницы. И опять же мы тоже приглашаем родителей, для того, чтобы они увидели, в каких условиях находятся дети их. Потому что, мне кажется, независимо от того, 18 лет молодому человеку, либо он совсем маленький, вот для родителей это всегда дети, им интересно, в каких условиях на протяжении года будут нести службу их чада. Поэтому мы организовываем такие экскурсии, приглашаем также ребят до призывного возраста, для того, чтобы они посмотрели, вот, где-то, может быть, поучаствовали, посмотрели, как будут кормить их детей, где они будут спать, какие... Конечно, потому что нас, родители, всегда волнуют, наверное, на этом. Конечно, и мотовой аспект. Александра, у нас к вам еще огромное количество вопросов, но времени, к сожалению, не осталось. Поэтому придется вам прийти к нам в гости еще раз. С удовольствием. Будем рады вас снова видеть. Друзья мои, у нас в гостях была секретарь Центрального комитета Белорусского Республиканского Союза Молодежи Александра Гончарова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!